Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ох, хорошо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Впрочем, он всегда активен в составе своей команды, так и полагает. Это надо быть абсолютным зводеем, конечно. Впрочем, он всегда активен в составе своей команды. Игорчук получает мяч в пост. Перевод через всю площадку. Под номером 7 Виталий Великанов. Вот такая стартовая пятерка команды Барс РГУ. Сейчас Семен Пинаев. Последний матч с Русичем, потому что там действительно шикарный баскетбол. Константин продемонстрировал. Классная статистика. Он дабл-дабл собрал. Еще одна трех. Вторые минуты без замечаний арбитров. Это очень странно. Павел Крыков через руку. Не опаздывает команды. Сейчас Барсы проигрывают. Рожков сейчас. Ну здорово. Пять очков подряд набирает лицу баскет. Хорошее начало. И снова они. И быстро отрыв Константин Бреев забивает. Вот так вот. Видимо, карму испортил ему вот этот данк по своему же кольцу. Вот сейчас Константин Бреев мог бы и сам бросить эту треху. Но Никита Полянский. Вот этот статус, вероятный статус MVP будет, значит, для него больше. У нас Константин Бреев забивает из-за дуги. И разница-то у нас уже всего лишь 7 очков. Но Валентин Назаров нет. Если посмотреть на Дмитрия Соколова, ростом 214 сантиметров, на его суровую фигуру, то как-то желание шутить отпадает само собой. Во многом не... Нет, она просто во многом не приносила пользы его команде. А сейчас в инфляции... Да нет, Максим, это сама я довела до такого. Вот уже второй день подряд... Челбаски-то 10 секунд на атаку. 5 очков приблизился, на самом деле. Сейчас Русь чем нужно активизироваться, чтобы, если они хотят... Судя, той терминологией, которой ты пользуешься, мне кажется, ты был и врачом, и военным, и инженером, и поваром, и даже... Челбаски-то 10 секунд на атаку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...